здравствуйте друзья меня зовут александр паснова я рада приветствовать вас на канале закорнил цветочник сегодня я вам покажу вот такую тилансию тилансия называется ксерографика это тилансия которая отличается существенно по размеру от остальных других тилансий она бывает еще большего размера но ценник там просто зашкаливает поэтому я решила остановиться на 15 сантиметров не знаю как они меряют то что если раз мы распрямить ее вот эти кудряшки она будет значительно больше ну может быть и есть 15 сантиметров с эти какая красотка жирненькая как алена сказал что она не понимает тилансии в принципе ну я к ним достаточно тоже прохладно отношусь но я считаю что вот такая красота ну это прям красота прям вот берешь в руки моешь и счет сразу видно это растение поставила вазочку для сравнения с обычными дать и лансами давайте мы сейчас их вот они у нас тут всякие разные приехали в миксах сейчас мы их выложим и посмотрим вообще вот разницу в размерах и ананта руд который очень многим полюбилась видите она зацветает у нас не знаю вот сейчас вот эти вот очень смешные мне вот эти вот очень радости лансе их к сожалению поименно не знаю слишком сложно выговариваемое название но 2 пока цвести не собирается вот две пришли одна с цветочком другая нет вот если мы посмотрим видите сколько у нас их тут всяких разных но даже если вот мы сравним вот так вот по размеру то понятно что разница ощутимо а если вот сделать из нее композицию и ксерографику сделать основой вокруг нее художественно как-нибудь расположить вот всякие разные другие тилансии по-моему это вообще будет просто такое художественное панно уход за ней точно такой же как и за остальными тилансами ролик я снимала все вам показывала рассказывал ну вот согласитесь но невозможные просто паучки я прям чувствую как я хочу и эту и ту но вот я бы себе взяла вот эту обязательно и вот паучка прям вообще на какая-то сказочная необыкновенная как маленький ананасик с волосиками занятно название можно писать у нас на сайте я честно говоря не помню но ты тоже достаточно интересно она приятно очень на ощупь она такая как бархатная и достаточно своеобразно у нее листики закручиваются в разные стороны в принципе да вот алена у нас каждый раз плюется на них говорить я не понимаю живые они или мертвые хорошие они или плохие все пытается мне рассказать что они не жильцы и потом уходит сопя обиженно ну можно с любовью да 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 тип того вот такой вот у нас аквариум продажный стоит продажный аквариум с разными тилансами вот эти красотки выложены отдельно потому что они необыкновенно хороши подсохшие кончики можно срезать ножничками так бывает во время транспортировки видите они чуть чуть вот заломились и подсохли то есть это не проблема это не означает что растение гибнет это небольшие физические повреждения которые есть на каждом живом существе ну и что мне хочется обратить внимание у нее видите белый вот этот слой и при грубом физическом соприкосновении он стирается поэтому очень нежно ласково едут у нас очень уплотненно сейчас растения иногда вот они где-то затираются ну вот не интересно у кого не есть зарастают вот эти проплешины потом или нет поделитесь в комментариях и так это была тилансе сейчас я еще раз прочитаю ксерографика очень сложно мне запомнить их название надеюсь что вам она понравилась и впечатлила ну согласитесь прям размер имеет значение спасибо всем кто досмотрел это видео до конца и надеюсь до новых встреч